Друзья, привет! Мы стоим не в сердце Петербурга, но стоим, кстати, в месте, где прошло мое детство. В селезенке Петербурга. Какой селезенке? Короче, мы стоим напротив Тюза и напротив Антона. Давай так камеру на Антона. Друзья, сейчас я вам представлю. Это Антон. Кстати, возможно, кто-то из вас Антона узнал, потому что это не просто Антон, а это создатель легендарного портала автотурист.ру. Легенда и мифы Древней Греции. В том числе. Нет, на самом деле все гораздо серьезнее, потому что даже Древней Греции, конечно, прекрасно. Мы с 2012 года... С 2013 года? С 2012 года мы заражались и заразились любовью к автомобильным путешествиям. Подчеркивали кучу информации именно на этом портале. Ну, вот кто из вас нас слушал по радио и пришел на наш канал именно с Радио Балтика, вы знаете о том, что мы заядлые автопутешественники. И это, кстати, все благодаря Антону. А когда мы начинали, вообще наша любовь к автопутешествиям, она зарождалась вообще из велопутешествий. Мы с Матвеем, вот когда я болела, помню, лежала с температурой 39, Матвеем мне читал как раз с сайта автотурист про велопутешествия. То есть он тебя ассоциируется с температурой, да? А это место с моей за мной поликлиникой. Нет, мы на самом деле потом еще про автомобильные путешествия на этом портале читали. Мы жили тогда на счастливой улице в городе Санкт-Петербург, в том самом городе, где мы сейчас живем. И потребляли сгустки полезной информации с этого портала. Именно поэтому Волгирия стоит во дворе, и с ней ничего мы не сделали. Не потому что мы мастера недоделки, а потому что мы сейчас едем в автопутешествие. А теперь для аудитории твоего портала. Они же не знают, что такое Волгирия. Привет, автотуристы! Я в очередной раз в Питере. В 2011 году мы здесь встраивали встречу. Многие здесь тоже ждут встречи. Но экспромтом, к сожалению, не портал, автотуристы, но мы встретились с ребятами, смотрели с Люсей, познакомились. Класс, в общем, будем теперь друг друга светить. Ну, что мы там, это как-то, знаешь, барахтимся там, так сказать, поодиночке. Будем в одном море плавать в тандеме, так сказать. В Волгирии, для тех, кто видит нас сейчас на автотуристы.ру, Волгирия – это проект про Волгу 24.02. Универсал, который мы купили и будем постепенно приводить. В 82-й год, ты говоришь? Да. В 82-й год. В 82-й год старше меня, она старше тебя. Да? Да, да. А, на меня не скажу, но кто же, кто-то младше. Где-то там же, я понял. Короче, ребята, всем, кто у нас видит первый раз, всем большой привет, подписывайтесь на канал, заходите на автотуристы.ру, будет много интересного контента и там, и там. И на самом деле, я думаю, что это видео на этом не закончится, а продолжится дальше. Просто такое ощущение, что нужно сказать пока почему-то, я не знаю, вот просятся сейчас пока. Друзья, в этом кусочке пока. 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 Ребята. Друзья, привет. Привет, привет. Вот и настал этот знаменательный день. Короче, мы едем в автопутешествие. Плюс-минус, плюс-минус 10 тысяч километров. Короче, эмоции нас переполняют. Мы перебиваем друг друга, потому что плюс-минус 10 тысяч километров с двумя детьми. Мы едем в Италию, на море. Короче, наша лошадка это новый RAV4 Toyota. Конечно же, он не наш, это нам дал пресс-парк, но на три недели он наш. Кстати, компании Toyota огромное спасибо. Это тоже срок. Да что ж такое-то, мне сегодня нет, просто не поговорить, если будет меня все время перебивать. Короче, дети в машине, сумки еще не все в машине. У меня одна сумка, у Люси с детьми их тоже одна. Друзья, на самом деле, мы с Матвеем автопутешественники уже, в общем-то, со стажем. Мы уже не раз покоряли Европу на автомобиле, но вот с двумя детьми в первый раз. Короче, смысл в том, что если все пойдет удачно, то следующая какая-то вставка будет, ну, может быть, не вставка, а именно вставка вот такая с фотоаппарата будет с парома. Если все пойдет неудачно, а у нас еще половина вещей не загружена, я их кружусь, мячусь, загружаю. А все почему дождь? Потому что хорошие люди уезжают. Питер плачет и грустит. Слушай, знаешь, я надеюсь, в Италии эмоции по-другому воспринимаются. А Италия? И когда хорошие люди приезжают, то светит солнце. А Италия встретит нас солнцем и теплым морем. Подожди, а то есть если в Италии будут дожди, это значит, что мы плохие люди? Мы 4 года не путешествовали на автомобиле. 4 года. Ну, я не считаю вот эти поездки в Финку короткие. 4 года. Вот мы последний раз ездили. На расстоянии больше, чем тысяча километров в одну сторону мы не ездили уже 4 года. Старшей дочке было на тот момент 3 года. Сейчас 6. 2 года. 2 года. А сейчас есть 6. Анжелике год, Маргарите 6, мне 27, Люсе 25. Едем в путешествие. Друзья, и кстати, и эта поездка тоже, в общем-то, благодаря компании Автоспот. Слушай, Матвей, ты такой красивый, просто стой рядом и молчи, я все скажу сама. Мне цвет тогда нужен белый, понимаешь, а я брюнет. А у нас все гармонично, детка. Мы поехали. На самом деле уже нам надо ехать быстро, потому что с утра у нас паром. Короче, мы остановились между Хельсинки и Турку, где-то посередине, но ближе все-таки еще к Хельсинки, еще 130 километров плюс-минус до Турку. Вот, Люся кормит Анжелику, Маргарита тоже проснулась из-за этого, но ничего, вон, девчонки мои. Вот, и пойду сейчас достану курицу и мясо, которое Люся приготовила в холодильнике, и буду есть. Скоро совсем паром, и будет у нас уже... Ой, короче, в Стокгольм уже скоро будем плыть, а пока паром. Друзья, ну мы уже подъезжаем, вот все отметки ведут к парому. Ну, на самом деле, если честно, вот мы первый день, я уже что-то устала, потому что ночью не спала, вот. Тут непонятно, тут есть разные паромы. Мы сейчас в Турку. Ну, давайте мы сюда тогда попробуем. А едем мы, кстати, из Турку, потому что намного дешевле, чем из Хельсинки, и плыть меньше. По-моему, мы не туда заехали. Так, Сатама Хамнен прямо, это зеленый цвет, цвет. Сейчас мы испытаем RAV4 на... Костя, ты что-то потолстее. О, о, о. Да, Костя, очки хуже, ты что? Так, тут можно ехать 50 км в час, ограничение, и все финны соблюдают. Русские тоже. Ой, только почему-то у нас 60, а нет, 50. Друзья, я по привычке сразу тест-драйв сделаю. Вот, автообзор. 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 Тут кожа. Кожа со строчкой. Кожа, дефлектор. Здесь еда Анжика уже. Тайфхак. Броне из Швеции на приблизительно 10 евро дешевле. Это Анжик, познакомьтесь. Маргарита спит. Вот, Анжик кричит, что он хочет уже на паром, бежит уже практически. А вот Бэха, кстати, она вам Бэха видна? Бэха финская. А это у нас расход средний получился 7 литров, если мы едем при скорости 8-90 км в час, 100. Вот так вот. Вот такие вот ребята тут, короче. Если вам нужна карточка, то мы потом ссылочку сформируем, вы можете по ней проходить и даже скидку получать, если через нас к ним зайдете. А, кстати. Кто? И лайки ставьте. А, и ставьте лайки. И лайки ставьте. Это Маргарита сказала. Это правильно, кстати, Маргарита. Это правильно, да. И лайки ставьте. Друзья мои, мы набрали курицу, нажарили мясо. Это тот случай, когда купил холодильник автомобильный нормальный, который может содержать и продукты, питание, лекарства, все что угодно в холоде. Но ничего больше с собой не взял. Ни овощей, ни каких-то соусов и так далее. Купил в магазине Таксфри какое-то вот тут средство, я думаю, для усиления вкуса, для придания дополнительного вкуса. Я думал, что, короче, оказался это паштет. То есть, получается, я купил паштет мясной к курице. Ну, на самом деле, очень даже своеобразно. Советую всем попробовать. Мне нравится. Мы пришли купить шоколадочку. 3 евро 30 копеек. Смотри. Нет, просто я хочу очень шоколадку. Хочешь стать голубой коровкой? Нет, не хочешь. У нас сейчас, короче, сим-карты. У нас их 4 штуки. А, нет, 2 одинаковых, 3, получается, вида. Будем вам позже рассказывать, задавать вопросы под этим видео. Что вас интересует вообще с точки зрения сим-карт? Под этим коротким видео. Оно не будет коротким-то уже, уже длинное. Не будет коротким. Я к тому, что надо просто понимать. У нас теперь, у нас куча информации по поводу сим-карта. У нас куча информации по поводу... Мы едем, едем в автопутешествия. Чего-то тепленького прислонился и сладо застану. Ну, такое еще сострение. Ребята, если честно, я не знаю, как... Я устала. Я не знаю, как Кондрашов формулирует. Кондрашов без двух детей есть. Согласен. Потому что, если честно... Они все соки выпили. Нет, да ладно, дети. Нет, я просто уже, получается, в третью, вторую с половиной сутки в пути. Если в Москву считать, я уже запарился. В общем-то, поесть, поспать, погулять, подышать свежим воздухом. Шашлык только не сделать. А так, практически, как в коттедже отдыхаешь. Идем, идем, малыш, куда пошли? Тут, кстати, очень много игровых автоматов. А, но финны это очень любят, потому что... Поэтому тут их много. Тут много финнов и игровых автоматов. Через 45 минут мы приплываем в Стокгольм, в Швецию. Нас встречает Аленка. Алена – это сестра двоюродная Матвея. Это один из участников Family Drive. От ребенка мы от одного откупились планшетом. Планшетом. Дедаски, спасибо. Да, а от второго бесконечным количеством еды. Да, он пытается сюда повернуться, но ему так... Я его пристегнул нормально так. Ты в голове. Мы приплываем в Стокгольм, думали, там еще поснимать. Но на этом, скорее всего, первая часть закончится. Матвей, то, что людей уже нету, и только мы, я думаю, что все уже давно собираются. Да, кстати, факт, это факт. Друзья, смотрите, какой хороший коридорчик, коверчик. Там вот идет наш ребенок. Тут вот каюты. У нас два седьмая. Кстати, давай покажу нашу каюту. Смотри, слушай, реально все... Не обращайте внимания на бардак. У нас так всегда... Опа, прикольно. Нет, сработало пока. Сработало. Какие-то гномы у нас прибрались. Соответственно, раковина и душ такой. Да, душ, кстати, с хорошим напором воды. Не, нормально, нормально, и очень удобно, очень кайфово. Не экономьте 10... Подожди, не экономьте 10 евро, однозначно берите... Смотрите, какие лодочки прям плавают. Вон там чайка даже плывет сейчас. Чайки, пена. Слушайте, пена морская. Не, да круто, круто. Круто. Это что это у нас? Это у нас паром. Паром. Что это? Это у нас паром, Люс. А это что? Это у нас Анж. А это Маргаретик. Все, 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 все. Все. Высоко, да? Давай попрощаемся. Все, поворачивайся на шармонку. Все, ребята. Нет, встань на полцвета. Друзья. Друзья, в общем, пока. Все, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok